Здравствуйте, мои дорогие зрители! Сегодня в чрезвычайных условиях, которые сложились не только в нашей стране, но и во всем мире, в условиях пандемии, мне очень важно сохранять по-прежнему мою любимую аудиторию в оптимистичном расположении духа, в бодром состоянии, в рабочем состоянии. Сама я не унываю, и я продолжаю работать, и я хочу, чтобы и вы продолжали оставаться здравомыслящими, позитивными людьми. Совсем недавно я провела интервью с врачом Татьяной Алексеевой, в котором мы постарались настроить вас на рабочий лад. Объяснили вам, что нужно делать для того, чтобы защитить от любых вирусов себя и своих близких. И сегодня настал момент, когда нам нужно подумать не только о нашем теле, чтобы побороть вирус, который проникнет в наше тело, но и побороть страх, который проникает в наши головы, в наши души, страх, вызванный, нагнетаемый вот этой нездоровой обстановкой в обществе. Поэтому сегодня я пригласила на интервью психолога. Это Узара Мамытова. Я знакома с ней уже довольно продолжительное время. Это очень интересная женщина. Интересна она мне не только как психолог, но и как человек, который имеет очень трезвый взгляд на жизнь. И в частности на происходящее сейчас событие. Я задала несколько вопросов Узаре. И хочу, чтобы вы сейчас послушали ответы на эти вопросы. Да, это интервью не из коротких. Оно занимает, как вы видите, довольно продолжительное время. Но я надеюсь, что те, кто действительно сейчас нуждаются в психологической поддержке, они дослушают это видео до конца. И надеюсь, что какие-то слова психолога окажут именно нужное воздействие на то, чтобы привести себя в равновесное состояние. Я думаю, что сегодня это очень важно. Итак, психолог Узара Мамытова. И первый вопрос, который я ей задаю. Узара, как вы считаете, с точки зрения психолога, и с точки зрения человека, и с точки зрения жены и матери четверых детей, вот в этой ситуации, ситуации пандемии, тотального страха людей перед неизвестностью, перед тем, что будет, как реагировать сейчас правильно на эту ситуацию, как реагировать без ущерба для своего психологического состояния? Добрый день, Байя. Добрый день всем, кто слышит нас сейчас. Я приветствую всех и желаю сегодня доброго дня каждому. Безусловно, сегодня при ситуации по всей планете, связанной с коронавирусом, очень сложно видеть добро, видеть какие-то хорошие положительные вещи во всем происходящем. Но мне бы хотелось сегодня все-таки вдохновить наших слушательниц или слушателей, кто бы нас не слышал, вдохновить к тому, чтобы мы думали все-таки положительно, чтобы мы могли уметь контролировать свои мысли, чтобы мы могли вот теми переменами, которые возникли внутри нас вследствие нашей беседы, вследствие нашей работы внутри себя, чтобы мы могли положительно повлиять на наше окружение. Поскольку мы сейчас находимся в режиме карантина, не люблю это слово с детского сада, но, к сожалению, это понятие есть, и мне придется его использовать. Еще его называют сегодня иначе самоизоляция. То есть, хорошо, мы находимся сейчас в данной ситуации, и как нам сейчас быть, чтобы все-таки при всем при этом чувствовать себя бодрыми, чувствовать себя спокойными и чувствовать себя в безопасности. Ну, знаете, я буду говорить сегодня с позиции не только психолога, я буду говорить с позиции женщины, которая является женой и матерью четырех детей. И, безусловно, я тоже также в первые дни, когда возникла первая, пошла информация, я тоже была как-то обеспокоена о чем-то, начала думать, какие-то переживания возникли. Ну, другими словами, может быть, была на волне тех, кого объял некий страх или неуверенность, или паника и так далее. Но, посмотрев на свою реакцию, я поняла, что, безусловно, мои мысли, мои мысли перерождаются в чувства, мои чувства, это все рядом, да, это все практически рядом, чувства, мысли наши, потом возникает реакция, это влияет на наше поведение, и поведение влияет на наше физическое состояние, да, в целом. Я думаю, что здесь Байя меня сто процентов поддержит, потому что физическое состояние наше зависит от нашего психического состояния, от нашего душевного равновесия, и, безусловно, наше душевное равновесие зависит от нашего физического состояния. Человек целостное существо, личность, поэтому все вместе, здесь все едино, да, давайте не будем об этом забывать, и попробуем сегодня посмотреть с вами на те положительные вещи, которые мы, может быть, на сегодня забыли, на те вещи, которые, может быть, не играют для нас давно такой большой важной роли, ну, попробуем, да, попробуем сегодня вот быть такими, как можно открытыми, насколько возможно искренними, чтобы вот потолковать об этом. Безусловно, все, что происходит сейчас с вирусом, это вопрос, который неоднозначный вопрос, и я здесь, и как человек, который занимается оказанием помощи, психологической помощи людям в разных стилях, трудных ситуациях, я не беру сейчас рассуждать, что вообще в целом происходит на Земле, для этого есть, да, для этого есть другие источники, для этого есть другое время, но сейчас я бы хотела говорить уже, знаете, от сердца к сердцу, назову так, может быть, да, нашу беседу от сердца к сердцу. Мне бы хотелось сегодня сказать о том, что, находясь в условиях вот такой домашней изоляции, может быть, нам впору будет вспомнить о том, что находится, кто находится рядом с нами, да, будь то человек одинокий, который живет один, да, будь то люди, которые являются членами своей семьи и находятся сейчас внутри семьи, сколько членов в семье, сколько человек проживает сейчас на этой площади, это известно вам, но очень важно вспомнить или думать о том, что каждый из них ценен, каждый человек, который рядом с вами сейчас, он ценен. Это ваши дети, это ваши супруги, это ваши родственники, это ваши, может быть, пожилые бабушки, дедушки, ваши родители, которые совместно проживают с вами, кто бы ни был, очень важно сейчас подумать об их ценности, да, насколько это разные люди, но насколько они ценные, прежде всего, ценные перед Богом, да, потому что сегодня мы многие люди, мы думаем, все равно говорим о том, что каждый из нас верит в высший разум, мы все верим по-своему, и каждый своим путем приходим к Богу, поэтому, безусловно, личность, и каждая личность, она ценна перед Богом, поэтому нам важно сегодня быть таким, знаете, позитивчиком в своей семье, таким температурным градусником, который стоит на одной шкале, который не уменьшается, ни показания на нем не прыгают вверх-вниз, да, но это в основном такой, знаете, температура тела или температура, комнатная температура еще, да, называют ее. То есть давайте мы попробуем сегодня посмотреть, насколько у меня, насколько я и чем я заполнила, насколько я могу вдохновлять, насколько я могу влиять положительно на других людей, да, может быть, мне никогда не приходилось это делать, но сегодня есть возможность сделать это. Так что положительный момент номер один, это все-таки постараться быть плюсом для остальных людей, постараться быть таким положительным человеком, который может ободрить, вдохновить, и который может просто успокоить другого, вот видя в нем чувство страха, паники, неуверенности, да. То есть номер один, это быть положительным для кого-то, быть позитивным. Номер два, это реакция, да, работать со своей реакцией. Работать со своей реакцией, это означает, я могу контролировать свою реакцию. Я не могу контролировать всю ситуацию в мире, но я могу контролировать свою реакцию на эту ситуацию. Могу ли я изменить ситуацию в мире? Давайте просто порассуждаем. Могу я изменить ситуацию в мире? Вряд ли. Могу ли я изменить ситуацию в моем районе или в моем городе, где я проживаю? Вряд ли. Возможно, в лучшую сторону. Да, здорово, если так получится. Но что я могу изменить? Что действительно в моих руках? Что действительно мне подвластно и под моим контролем? Это моя семья, это мои близкие, это мои родственники, это, может быть, мои соседи, мое окружение. Ближайший мой райончик. То есть что я могу делать для того, чтобы здесь, в этой сфере, в этом кругу все-таки создавать что-то положительное? Давайте посмотрим. Может быть, мы обратим внимание на тех, кто сегодня больше, чем я, нуждается в этой поддержке. Может быть, кто-то давным-давно не слышал доброго слова. Вообще, я сегодня размышляла на эту тему, на тему беседы и подумала о том, что ведь сколько людей сегодня болеют самыми разными заболеваниями. То есть мы не говорим сейчас о том, что люди умирают каждый день по каким-то причинам, если не брать во внимание этот вирус. Мы понимаем, что люди сегодня, есть очень много людей, которые совсем недавно потеряли близких. Очень много людей, которые совсем недавно или сейчас, сегодня проходят вот эту долину печали. Проходят через потерю, через травмы, через какие-то, может быть, неизлечимые болезни. То есть это очень сложный сам по себе период, но еще плюс то, что происходит сейчас, ситуация, связанная с этим вирусом. То есть представьте, насколько таким людям сложнее, гораздо сложнее, чем нам с вами. Поэтому я бы благодарила также за возможность сегодня ходить, двигаться, говорить слова, думать, размышлять. Я бы говорила сегодня благодарна за то, что мои дети сегодня рядом со мной. Знаете, давным-давно мы не испытывали такое наслаждение, такое состояние быть так долго рядом друг с другом. Мы часто, мамы, недовольны тем, что дети наши на улице. Они где-то, они все где-то находятся, особенно молодые люди, ребята, наши студенты. Они все время где-то в чем-то задействованы, все время куда-то уходят, кроме учебы. У них друзья, у них свои какие-то группы, компании. Но теперь время, когда они рядом, они находятся рядом с нами. И очень есть момент, когда можно использовать это для положительного, для хороших эмоций, для добрых часов, для того, чтобы поговорить со своим сыном, поговорить со своей дочерью, для того, чтобы поинтересоваться их внутренним миром, для того, чтобы какое-то с ними, да, провести как-то время с ними, да, то есть беседа, тет-а-тет, может быть, приготовить вкусное блюдо, приготовить то, что им нравится, да, то, что возможно сделать в наших условиях, да, на сегодня. Выбора, может быть, большого нет, поскольку магазины не все работают и не все продукты доступны. Но превратить это в простой ужин, простой завтрак и простой скромный обед, превратить в час такого доброго общения с близким человеком, это тоже в наших руках, это все возможно. Как давно мы не играли с детьми, как давно мы не смотрели вместе какой-нибудь семейный фильм, как давно я не гладила своего маленького сына, как давно я не сказала в ушко своей дочери, как я ее люблю, как, может быть, давно, и я забыла сказать добрые слова поддержки, ободрения моему мужу, да, просто поблагодарить его за то, что он есть, за то, что он рядом со мной. Очень много всего. Спасибо, Зара. У меня второй вопрос по поводу информации, которая сейчас в обилии идет из интернета, из СМИ. И эта информация, как мы догадываемся, часто бывает необъективна. И как нам распознать истинную информацию и ложную, и как нам вообще относиться к этому потоку информации, которая льется со всех сторон, из СМИ и из интернета. Средства массовой информации на сегодня играют очень такую свою роль. И это наше право и наш выбор, да, что смотреть, зачем следить, зачем не следить. Нужно ли нам знать все абсолютно о том, что происходит сегодня в мире, потому что понятно, что определенный процент – это просто нагнетение, да, ситуации, обстановки. И я думаю, что мы это все понимаем на своем, каждый на своем месте. И я бы сегодня советовала не слушать все подряд, да, чтобы не возникало постоянное чувство напряжения, тревожности, да. Это чувство тревожности, оно накапливается, то есть это постепенно, тревожность приводит к определенным реакциям, да, реакциям в организме. То есть одной из причин депрессивного состояния человека – это тревожность, да. Поэтому давайте будем помнить о том, что вот эта тревожность мы никак не поможем, мы себе точно не поможем, да. И, естественно, мы посеем эту тревогу вокруг себя. И поэтому снова возвращаясь к нашей теме о том, что давайте сегодня мы будем все-таки мудрыми в том, что нам смотреть, что нам слушать и что позволяет смотреть и слушать нашим детям, чтобы как-то сохранить, уберечь их здоровье от нагнетения, от такой массовой, просто от нахлынувшего на нас потока информации, да. Берегите себя, умейте просеивать, да, через сито не все правда, о чем говорится, и это не даст нам, еще раз, это не принесет нам благо, не принесет нам здоровья, но может просто навредить нашему эмоциональному, нашему физическому. Спасибо, Зара. И у меня последний вопрос. К чему вообще может привести страх? Вот такое очень простое, казалось бы, да, человеческое чувство страх и очень естественное. Но в данном случае, пожалуй, неуместное страх. К чему он может привести людей? Страх и паника, которые возникают вследствие этого страха, страх это вообще такое состояние эмоциональное, когда это, другими словами, неуверенность в завтрашнем дне, неуверенность в том, что произойдет дальше, да, сегодня, либо завтра, либо через месяц, годы. Поэтому абсолютно 100% ясно, что никакой пользы от этого страха нет для нас. Этот страх может так возобладать нами, что мы, есть такое понятие нейронные связи, да, то есть эти нейронные связи, они очень быстро реагируют на наше состояние внутреннее. То есть, как только возникают определенные чувства, определенные эмоции, если они положительные, то будет положительный исход. Если это негатив, то, естественно, мы посеем с вами негатив. Поэтому очень важно сегодня работать над этими эмоциями. Чувство страха, оно играет важную роль в моменты, когда нам действительно стоит чего-то бояться, да, для нашей безопасности. Но сейчас, вот в контексте этого вируса, который, да, пандемии, мы, страх нам только мешает. Он нас обезоруживает, он придает нам чувство паники, он не играет сейчас для нас добрую роль, поверьте. Поэтому нам важно сейчас понять, что нейронные связи, которые возникают в нашем головном мозге, да, они играют свою роль и впоследствии могут принести нам либо положительные, либо отрицательные результаты, да, потому что ничего не бывает бесследным. Я вообще думаю об этом и переживаю, что когда закончится это время карантина, когда люди выйдут на улицу, когда людям можно будет уже, какие будут результаты вот этого нахождения дома, вынужденной этой изоляции, да, что будет, какие мы посеем результаты и какие плоды здесь будут, да, это зависит именно от меня сегодня, потому что сейчас, я думаю, слушает нас взрослая аудитория, они маленькие дети, поэтому мы, как взрослые люди, нам очень важно нести ответственность за то, как мы сегодня реагируем, да, какие у нас возникают нейронные связи в нашей голове. Боятся сидеть и страшиться, да, не принесет никакой пользы, кроме вреда. Еще раз, нам важно сегодня настроиться, провести анализ. Хорошо, если я не могу контролировать ситуацию, мы говорили об этом выше, я меняю отношение к этой ситуации. Сегодня мне важно, чтобы эмоциональная атмосфера в моей семье, это номер один, эмоциональное здоровье моих детей, моих близких, это тоже номер один. Поэтому я сегодня, знаете, как в древности женщина была такой хранительницей очага, тем, кто мог играть, ну, действительно колоссальную роль в своем окружении. Я сегодня такая женщина, да, я сегодня такая личность, которая может и поможет, может, сможет и вынесет вот из этой ситуации большие уроки, да, поблагодарить за то, что в этой ситуации, в эти дни все-таки была возможность сделать что-то доброе, да, поменять отношение к своим близким, увидеть ценность того человека, который находится рядом со мной, увидеть его положительные стороны, несмотря на его скверный характер, может быть, на наш взгляд, может быть, на многие негативы, все равно в этом человеке есть очень хорошие черты. Может быть, сегодня важно поставить какие-то цели для себя, может быть, давным-давно кто-то хотел написать какие-нибудь записки, книгу, может быть, не доходили руки до того, чтобы сшить себе там какое-то платье вечернее, может быть, сегодня я могу свою дочь научить каким-то совершенно простым рецептам, да, может быть, мы вместе проведем время на кухне, это нас обогатит. Возможно, я сегодня смогу поставить еще какие-то цели для своего развития. Дети могут научиться играть на инструменте, учиться онлайн, играть на инструменте, если дома есть у кого-то инструмент. Может быть, давно не было времени для этого, и учеба мешала. Теперь есть возможность, можно учиться, можно параллельно, не теряя время, учиться каким-то новым навыкам. Можно учить иностранный язык, да, это все доступно, на сегодня эта возможность есть. То есть, посмотрите, у каждого найдется своя личная идея, у каждого найдется свои пункты в вашем списке дел, да, на этот период. Поэтому я бы ободрила и вдохновила вас на то, чтобы вы, может быть, давным-давно, особенно мамы, которые находятся с детьми дома, да, либо дети уже выросли, может быть, какие-то мои слушательницы сегодняшние, наши слушательницы уже более старшего возраста. Может быть, вы давным-давно хотели реализовать что-то, но не доходили. Не было до этого ни времени, суета была, занимало вас, много других дел занимали. Но сегодня у вас есть эта возможность. Почему бы нет? Я, знаете, слышала такую мысль от одной мудрой женщины, которая была 75 лет на тот момент, и она мне сказала, Узара, когда тебе будет 50 лет, запомни, что в 50 лет ты можешь начать совершенно новое дело, которое ты никогда не рискнула бы начать. То есть, это новая пора, это новый этап, это новая стадия для человека, да, то есть, это обновление памяти, это возможность укрепить, да, эти все мыслительные наши деятельности, это возможность, может быть, получить еще одно образование, да, это много всего, что на сегодня возможно и доступно. Поэтому посмотрите, что вы можете сделать для себя, да, что вы можете, над чем вы можете подумать и поработать сегодня, чтобы как-то себя еще обогатить, вдохновить, развить себя и этим самым дать возможность подарить эти знания людям, да, ободрить и вдохновить сообщество. То есть, вот на такой ноте я хотела бы сейчас завершить нашу беседу. И еще есть очень ценные мысли, которыми я, наверное, закончу наше, наше, мое выступление. Я прочитала недавно такие слова, которые настолько дали мне, знаете, я почувствовала крылья за своей спиной. Это были слова. Весну, несмотря на все, что происходит, на ситуацию с этим, с вирусом, любовь у нас никто не отнял, отношения друг с другом никто у нас не забрал, никто не забрал весну, да, весна пришла, весна идет, весна грядет, где-то она уже чувствуется сильно присутствие весны, да, приход весны. Никто не забрал добрые слова у нас, да, и никто не отнял у нас возможность и желание любить. Вот эти слова я бы хотела оставить как пожелание всем слушательницам. Хочу, чтобы... Узара, спасибо огромное за эту информацию. Я надеюсь, что большинство моих зрителей восприняли с пониманием и близко к сердцу все, что сейчас было сказано. Я надеюсь, что здравые эмоции, здравые чувства возобладают среди людей, среди моих зрителей. И если мы все сможем держать себя в равновесном психологическом состоянии, это будет максимум пользы, которую мы сейчас можем дать себе и своим близким. Всего доброго, дорогие друзья. Надолго не прощаюсь. Ваша Байчья. Субтитры создавал DimaTorzok